21 ноября этого года, 2021, вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны Крым и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины. Верховная Рада создала СЭС Крым в 2014 году специальным законом, которым был введен особый порядок применения украинского законодательства на оккупированном полуострове. И к чему это привело? Собственно, борьба за отмену свободной экономической зоны Крым началась вскоре после ее возникновения. Некоторые эксперты, правозащитники и политики высказывали сомнения в целесообразности создания такой зоны и отмечали, что закон сделал крымчан нерезидентами в собственной стране, что привело к многочисленным нарушениям их прав. В частности, аналитики также утверждали, что внедрение свободной экономической зоны создавало условия для упрощения и продолжения ведения бизнеса в аннексированном Крыму и стимулировало построение теневых схем на полуострове, которые при этом находятся под санкциями. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым ранее разъяснили, что же после вступления в силу положения закона об отмене СЭС Крым изменится. Итак, во-первых, будет восстановлен статус резидентов Украины для жителей Крыма. Существенно упростится порядок перевозки личных вещей через админграницу с материковой Украиной. Также с отменой свободной экономической зоны Крым при пересечении админграницы прекращают действовать нормы Таможенного кодекса Украины, в частности, статьи 370, определяющей фактически исчерпывающий перечень вещей, которые можно перевозить через админграницу, и об этом мы сегодня поговорим отдельно. Также появится возможность завершить наследственные дела, которые были начаты до аннексии Крыма. Немножко о предыстории принятия этого закона. Верховная Рада Украины 1 июля проголосовала за отмену свободной экономической зоны Крым. 19 августа затем президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон. Кроме того, парламент принял в целом закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Народный депутат Украины от фракции «Голос» и один из инициаторов этого закона, Рустам Умеров, ранее в эфире радио «Крымреалии» пояснил, чем же важна отмена свободной экономической зоны. Крым, давайте послушаем. Мы можем так же, как и другие граждане Украины, обращаться в банки, не платить налоги больше, чем дой. Отмена этого закона дает нам те равные права, которые уже есть у других граждан. Как глава группы при Комитете прав человека, мы, наверное, общались с разными центральными органами экономической влады, центральными органами исполнительной власти и правозащитными организациями где-то, наверное, год. И то, что его приняли, это большой плюс. Большая работа была проведена не только мною, но и правозащитными организациями. Все наши граждане, которые захотят получать пенсии или какую-то поддержку от Украины, от материковой части, они могут ее получить, обращаясь в наше министерство реинтеграции. И теперь чуть подробнее о том, что же дает отмена свободной экономической зоны Крым непосредственно крымчанам. В связи с вступлением в силу закона с 21 ноября, как мы уже отметили, должна прекратиться работа украинских таможенных постов и осуществление соответствующих процедур на КПВВ Чангар и Каланчак на административной границе Крыма с материковой Украиной. И перед эфиром мы сегодня связались с Иваном Шевцовым, помощником начальника Херсонского погранотряда Государственной пограничной службы Украины, и спросили, как изменились правила, изменились ли они действительно при пересечении админграницы, и, по его словам, представители таможенной службы уже отсутствуют на КПВВ, и их функции выполняют представители пограничной службы. Давайте послушаем комментарий. КПВВ, которые там проходят службу в контрольных пунктах въезда-воезда, совершают огляд речей пассажиров, которые совершают перетонание админных. Митные пункты на территории КПВВ представителей Державной митной службы уже нема, они уже не совершают свои функции. Саме сегодня в контрольном пункте въезда-воезда Каланчак пребывали представители уряда, саме министр реинтеграции тимчасово окупованої территории, яка пообещала, что в ближайшем часу цей висок уже будет, возможно, даже с этого тижня. Зараз мы пока что керуемся тимчасовыми инструкциями с порядком длительного пункта, но этот перелик речей, которые безусловно оборонены для перемещения через ОМИ, сейчас его нет. В законе безусловно прописано, что обороняется провозить будь-якие вантажи через один международ, позволяется провозить лишь особисти речи. Про особисти речи сказал Иван Шевцов, помощник начальника Херсонского погранотряда Государственной пограничной службы Украины. И тут мы действительно хотим уточнить, что гражданам разрешается перевозить с собой личные вещи в ручной кладе и багаже. И это не значит, что возобновлен перевоз крупных партий товаров. Это ранее подчеркнуло в нашем эфире Томила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крим. Давайте послушаем. У нас есть другие нормативно-правовые акции, которые обороняют экономические деятельности. В том числе, этот закон в том числе. В нас нет так называемой экономической зоны Крима. И любые торговые, какие-то другие операции, они оборонены на окупованой территории. Это невозможно. Это был комментарий Томила Ташева и заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крим. И к нашему разговору я сейчас приглашаю Алену Луневу. Это менеджер по адвокации Украинского центра прав человека ЗМИНА. Алена, здравствуйте. Добрый вечер. Знаю, что и лично вы, и ваши коллеги-правозащитники сделали немало для того, чтобы этот закон действительно сейчас стал реальностью. Давайте обратим внимание сейчас на практическом значении отмены свободной экономической зоны Крым. Что это значит для повседневной жизни крымчан? Давайте, наверное, расставим приоритеты. И прежде всего, наверное, обратимся к такому пункту о том, что будет восстановлен статус резидентов Украины. Что это значит и почему так получилось, что крымчане в какой-то момент стали нерезидентами? Ну, собственно, наверное, это основное, ради чего закон про свободную экономичную зону Крым нужно было отменять. Это наличие ситуации, в которой украинские граждане, которые проживают в Крыму, только из-за того, что они имеют регистрацию места проживания на этой территории, считались нерезидентами с целью выполнения ряда формальностей, в частности банковских, таможенных и налоговых. Это означало, что человек, который имеет регистрацию на территории ВЭС Крым, должен был иметь ограничения, в общем-то, при отсутствии банковских счетов, так же, как нерезидент он обладался дополнительным налогом, например, при совершении сделок на подконтрольной территории, при принятии наследства того же. И, собственно, так получилось, потому что, пытаясь ввести свободную экономическую зону для бизнеса, очевидно, что в этой свободной экономической зоне, где не должно было быть особо хорошие условия для ведения бизнеса, тогда еще считалось, в 2015 году, что на оккупированной территории это возможно, тогда для того, чтобы не облагать, не дополнительно не вводить какие-то новые формальности налоговые для этих жителей зоны Крым, сказали, что давайте будем считать их нерезидентами. И, собственно, такая норма просуществовала до дня, в который закон про скасывание, про отмену ВЭС Крым вступил в свою силу. Поэтому сейчас крымчане должны не иметь ограничений при доступе к банковским услугам, никого не должно смущать регистрации места проживания в Крыму, банки не должны выставлять особые условия для крымчан, не должны считать их нерезидентами, должно быть спокойное открытие счетов и обслуживание этих счетов, а также должно уйти вот это правило про дополнительную плату налога как нерезидента при совершении этого сделка. Я хотела уточнить о таком вопросе. Сегодня собрала немножко таких актуальных вопросов, которые важны для крымчан. Вот в частности нам задают иногда по этой теме следующий вопрос о справке переселенца, например, насколько она актуальной остается или уже она, получается, будет невостребованной. Вот именно этот документ для банков, для предоставления, например, на работе. До сих пор это действует или уже этот вопрос будет неактуальным в связи с отменой СЭС? Ну, не нужно будет иметь справку переселенца, чтобы доказывать, что ты резидент. Но что касается справки переселенца, она же используется, в общем-то, для других целей, когда мы говорим, например, про то же открытие счетов или подтверждение, так как банки некоторые используют справку переселенца для подтверждения факта проживания здесь на подконтрольной территории, потому что есть явление так называемого финансового мониторинга, когда банки проверяются и уполномочены сами проверять, откуда происхождение денег, которые, в общем-то, оборачиваются на счетах. И из-за того, что существует финансовый мониторинг, в общем, банки обязаны проверять, откуда берут эти деньги, которые через счета эти проводятся. И для переселенцев, для людей, которые имеют регистрацию на оккупированных территориях, неважно, Крым это либо отдельный район Донецка-Луганской области, до сих пор коммерческие банки предъявляют такие требования, как предъявление справки переселенца. Но это не прописано законом, и нигде этого требования нет. Банки на свое усмотрение, в общем, пытаясь страховаться, перестраховываться даже, я бы сказала, требуют подтверждения, в общем-то, от гражданина Украины о том, что он живет именно на подконтрольных территориях. И справка переселенца до сих пор таким подтверждением является. Также вопросы, которые интересуют некоторых крымчан, они связаны непосредственно с пересечением админграницы, и пока мы не имеем список того, что нельзя провозить, Иван Шевцов нам в комментарии сегодня сказал, что вероятно, что этот список уже появится на этой неделе, он сказал со слов Ирины Верещук, которая сегодня об этом упомянула во время визита. И, естественно, актуальным остается вопрос о том, а какую технику можно провозить, можно ли ее провозить, о количестве денег, которые тоже можно или нельзя провозить теперь через админграницу. Вы общались просто с представителями и властей, и с теми, кто разрабатывает такие инструкции. На чем остановились? Известно ли вам что-то об этом, вот об этих пунктах? Ну, я, когда мы писали, прописывали подобную норму в законопроект про отмену в Эдкры, мы, конечно же, руководствовались той же логикой, по которой составлен список товаров, запрещенных перевозу или ограниченных перевозки, которые действуют на Востоке. Приказ номер 52. В общем-то, его логика такая, что разрешено все, что прямо не запрещено, либо не ограничено. В список запрещенных товаров, очевидно, относятся разные товары, которые, ну, фривчатка, оружие, антиквариат, ну, то есть то, что, в общем-то, ограничено в перевозе через год границы Украины. Что касается тех товаров, которые как бы ограниченно используются, то эти товары, так называемого, двойного назначения, это строительные материалы, да, то, что может быть использовано для строителей блиндажей и укреплений, понятно, в объемах, которые достаточно большие, это тоже будет, наверное, нельзя провозить. Все остальное должно быть, опять же, по логике того приказа, который действует на Востоке, все остальное должно быть можно. Что касается ограничений по валюте, скорее всего, вывоз валюты и вывоз не должен быть существенно ограничен с оккупированной территории и, наверное, будет каким-то образом ограничен на оккупированной территории, да. Логика, наверное, должна быть такая, что с оккупированной территории можно вывести личные вещи, в том числе, если человек переезжает, то он должен иметь возможность вывезти личные вещи, которые были, это называется, находилась в жидку, которые были в употреблении, да, которыми человек пользовался, он может вывезти хоть всю свою квартиру, если он, да, в одну сторону выезжает и забирает все свои вещи. Я думаю, что такая же логика сохранится и для Крыма, потому что она, в общем, с одной стороны универсализирует подходы, которые действуют через линию размежевания и будет, наверное, через границу с Крымом. С другой стороны, все же из-за того, что боевых действий в Крыму не проводятся, наверное, список товаров должен быть немножко более либеральный, чем на Востоке, и я ожидаю, что он не будет, как бы, он будет уменьшен, опять же, что список запрещенных товаров будет короче, чем на Востоке. Очень бы хотелось, по крайней мере. Я думаю, что да, мы посмотрим, как только этот список будет опубликован и проанализируем этот вопрос. И еще такой вопрос к вам. Что изменится вот по наследству, по оформлению, по вот этим всем вопросам? Я уже упомянула сегодня в начале программы о том, что появится возможность завершить наследственные дела, которые были начаты до аннексии Крыма. Насколько это действительно сейчас упростится, эта процедура? Ну, по большому счету, наследство могло быть принято, да, есть формальные процедуры. Если наследственное дело открыто в Крыму, то и закончится оно должно так, потому что не было процедуры, изменения, вообще не изменения места, в общем-то, закрытия нотариального дела, и было это связано с нотариальными округами. По большому счету, сейчас как раз упрощения, которые будут, которые вступили в силу, они касаются того, что будет возможно изменить этот самый нотариальный округ и обратиться за завершением дела наследственного на подконтрольное правительство Украины территорий. Это очень формальное, очень маленькое изменение, которое должно просто разблокировать доступ к наследственным делам, которые были открыты до начала оккупации, до 2014 года, на территории Крыма, и смогут они быть завершены как раз на подконтрольное правительство территории. Это очень важный, очень простой, но очень важный Очень важные изменения, где действительно столкнулся с тем, что следственное дело невозможно закрыть на подконтрольной территории. И вроде бы как уже все такие моменты решены, или же требуется какая-то доработка сейчас, возможно, в каких-то определенных положениях? Ну смотрите, прошел один день с момента, как он вступил в силу. Для начала нужно помониторить, как он будет соблюдаться и выполняться, потому что одно дело принять хороший, вообще-то идейно-правильный законопроект, другое дело, в общем, его имплементация. Поэтому я думаю, что нам, общественным организациям, необходимо, конечно же, следить за тем, как он будет выполняться. Если вдруг какие-то вещи на практике будут работать не так, как задумывалось, наверное, можно либо практику менять, либо нормы закона. С другой стороны, по крайней мере, прокуратура, в основном на Республике Крым, что есть большой запрос, чтобы каким-то образом установить ответственность за ведение хозяйственной деятельности, бизнеса на оккупированной территории Крыма. Наверное, вопрос тоже должен быть рассмотрен. Он не столько правозащитный, сколько действительно касается государственной политики по этому вопросу. В законе сейчас прописан общий запрет на ведение хозяйственной деятельности, но ответственность, конечно, должна быть введена отдельными нормами. Поэтому нам нужно смотреть, как он будет выполняться. В случае, если он будет не выполняться, оперативно применять меры, чтобы, если норма закона, да, эта практика такая пошла неправильно, чтобы ее менять, а если норма закона прописана так, что она не соответствует уже реальности, нужно, конечно, ее корректировать. Но я надеюсь, что не придет и все будет хорошо. Что с отменой свободной экономической зоны Крым украинские власти одновременно пресекают попытки некоторых компаний обойти санкции, работая, продолжая работать в Крыму. Давайте послушаем комментарии Рустема Умирова. Мы говорим, что у нас де-факто никакой торговли нет. До юра некоторые компании использовали вот эти правовые проволочки для своей пользы. И мы этим законом останавливаем все именно лицензии, которые были выданы. И все, что касается временно оккупированной территории, мы торговлю и де-факто, и де-юре останавливаем с этого момента. До этого, как я говорил, де-факто, может быть, мы после гражданской блокады 2015 года уже не торговарили, но некоторые компании использовали эти юридические возможности для торговли, обхода, санкций и так далее. И мы вот эти все как раз наработки правовые все остановили, все лицензии будут тоже остановлены. Вот подробнее сейчас об этом аспекте закона мы будем говорить с Андреем Новаком, глава Комитета экономистов Украины с нами на связи. Андрей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Хотела у вас уточнить сразу вот такой момент. Насколько широким вообще было пространство для того, чтобы компании продолжали работать в Крыму и обходили санкции, вот пока свободная экономическая зона Крым не была отменена? Действительно, вот этот статус особой свободной экономической зоны никакого реального эффекта позитивного экономического не давал, потому что когда нет физического доступа к территории, мы понимаем, что свободная экономическая зона – это лишь виртуальная. А что было реально, так это действительно использование вот этого статуса свободной экономической зоны для того, чтобы, во-первых, избегать санкции, а во-вторых, заниматься, ну, черной контрабандой, черной экономикой. То есть я считаю, что сейчас это правильное решение, потому что таким отменой свободной экономической зоны мы сразу убиваем двух зайцев – возможность контрабанды, используя ее, и второе – невозможность благодаря формальной принадлежности к свободной экономической зоне уникать или… Избегать? Да, избегать санкций международных и украинских. Поэтому я считаю, что сейчас это решение может даже немного запоздалое, но все-таки верное. А как вы считаете, риска контрабанды больше не существует? То есть он полностью нивелирован этим загоном? Нет, ну, конечно, полностью вряд ли это можно так считать, но большое количество контрабандных операций с использованием статуса в свободной экономической зоне, безусловно, большая часть уже будет просто невозможна. Конечно, те, кто работает в синевом секторе, да, они со временем, наверное, найдут другие инструменты для контрабанды, но состояние у нас сейчас, скажем так, отмена этого статуса, она пресекает большую часть контрабанды, которая использовалась с использованием этого статуса в зоне свободной террории. И мы вот с предыдущим экспертом нашего эфира говорили о том, что высказала Алена Лунева такое мнение, что ведение хозяйственной деятельности, да, тоже должно повлечь за собой какую-то ответственность, да, если эта деятельность проводится на территории аннексированного Крыма. Как, по-вашему, нужны ли какие-то дополнительные еще инструменты для того, чтобы этот механизм тоже работал? Или же того поля, которое есть сейчас, законодательного, его достаточно уже? Ну, единственные механизмы могут быть это усиление санкций. Только так можно уменьшать возможность для каких-то маневров, для теневых операций. Только усилением санкций и, самое главное, мониторингом и контролем за выполнением режима санкций. Потому что на бумаге санкции могут быть, но фактически их исполнение или неисполнение, это уже вопрос контроля правоохранительных органов, антикоррупционных органов, которых у нас сейчас несколько. Ну, в конце концов, службы безопасности Украины. Спасибо вам за то, что подключились к нашему эфиру. Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, был с нами на прямой связи. И я приглашаю к нашему разговору Бориса Бабина, украинского юриста-международника и экс-представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, здравствуйте. Добрый вечер. И я хочу вам задать такой вопрос. Вы были представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. И я хотела поинтересоваться, какой вы видели эффект от того, что свободная экономическая зона Крыма была введена, во-первых, и каким вы ожидаете эффект от ее отмены. Ну, можно одразу сказать, что это невелика таймница. И даже до моего призначения, и одразу после моего призначения, один из основных тез, которые я просил на всех уровнях, это как раз потреба скасывания закону про вольную экономическую зону Крыма. Адже он не дает ничего гражданам Украины, он утворяет очень негативные риски для государственности Украины, и он, на жаль, утворяет возможности экономической поддержки того режима, который утворил оккупант в Крыму. То есть тут моя позиция была незначительная, ничего доброго он не дает, а поэтому скасывание этого закона было вытрубовано сразу после его схваления, и в целом лучше было бы его никогда не схваливать, действительно. Я даже за анализом закона, иногда, как Юрий же, утверждал, что даже по тексту можно увидеть, что его писали не в Киеве. Но, тем не менее, этот закон, действовал очень долго, 7 лет. Так, именно так, потому что он влаштовывал основные группы бизнеса, которые ведут в Крыму. Украинский олигархат, на жаль, это так, и действительно эта проблема существовала через, потому что значительная количество мощных украинских предприятий до сих пор имеют в Крыму соответствующее производство, або мережи торговые, або отдельные объекты на безопасность, которые они эксплуатуют коммерсийной методой. То есть, это были прямые экономические интересы, довольно впливовых финансово-промысловых киев. А сейчас вы считаете, как и наши предыдущие эксперты, что эта проблема уже решена. То есть, я действительно встречала много мнений экспертных о том, что закон о создании такой зоны, он был очень выгоден олигархам. И сейчас уже вопрос исчерпан, или же все-таки нужны некоторые доработки, для того, чтобы отслеживать такие моменты, для того, чтобы, возможно, как-то отдельно еще прописывать инструменты, для того, чтобы неслась какая-то ответственность за такую деятельность. Ну, ответственность уже есть в законе. То есть, мы фактически выводим всю экономическую деятельность в Крыму за межи права. Сегодня уже не можно будет делать то, что раньше, и прикрываться этим законом. То есть, это же вопрос будет не для депутатов, не для президента, не для политиков, а для правоохранителей. Чи будут они это выявляти, чи будут они бегать там за бабушей, яка там курей разводит джанкой, чи они действительно прийдут до потужных украинских олигархов, по сути, которые имеют там системный бизнес. И, в принципе, они его не переховывают. А есть ли на это сейчас политическая воля, как вы считаете, для того, чтобы действительно пришли к олигархам и действительно наказали за деятельность, которую они каким-то образом, либо обходя санкции ведут, либо продолжают как-то, да, с помощью каких-то способов вот ее проводить на территории аннексированного Крыма? Закон скасовано фактично дідобу тому. Тому сьогодні було б дуже опереджено казати, що така воля є, або такої воли нема. Я бы тут все ж таки подивився декілька месяців, як буде розвиватися ситуация. Раніше, на жаль, можно констатувати, що воли такої особливо не было. Усі реагування різних органів влади, різних правозахисних структур, громадських діячів, іноді представників Межлісу цих питань, вони залишалися, на жаль, нереалізованими. Ми бачимо, ну тут можна дуже довго казати про таку, знаєте, практику роботи правоохоронних органів в Україні щодо Криму, але чого ми там точно не бачили, це якраз у цих всіх фактів і тенденцій. Тому подивимося, що буде далі. Спасибо вам, Борис Бабин, український юрист, міждународник і екс-представитель президента України в Автономной Республіки Крим был з нами на прямой телефонной связи. Говорили ми об отмені с 21 ноября 2021 года свободно-экономічної зони Крим і о послідствіях для кримчан. Я повторю, що именно с цього дня вже восстановлен статус резидентів України для жителів Крима. Существенно, має вже збільшуватися порядок перевозки личних вищей через административну границю з материкою Україною. Також, можна з'явитися можливість завершити всі наследственні дела, які були начати до аннексії Крима. Це, якщо кратко сказати, о главних таких моментах, які зміняються для кримчан.